Основной целью этой непростой тренировки была организация рабочего взаимодействия специальных подразделений пожарной охраны и администрации такого крупного спортивного объекта, каким является волейбольный центр города. Возгорание, по легенде учений, произошло в помещении гардероба. Началась немедленная эвакуация персонала и зрителей, роль которых с удовольствием исполнили учащиеся одной из городских школ. Своими силами членам добровольной пожарной дружины ликвидировать очаг горения не удалось, поэтому потребовалась экстренная поддержка профессионалов. Цель учения у нас достигнута, отработаны действия как администрации, так и действия специальных подразделений. Администрация своевременно произвела эвакуацию людей, включение системы оповещения о пожаре и системы дымоудаления. Действия администрации осуществлены в полном объеме. Специальные подразделения получили в свою очередь доклад от администрации объекта о том количестве людей, которые находятся и о тех действиях, которые были приняты. Ситуация, смоделированная в ходе учений, осложнялась тем, что из задымленных помещений необходимо было эвакуировать сразу двух пострадавших. С этой задачей прибывшие на место спасательные группы справились на отлично. Параллельно по периметру здания разворачивались наряды для тушения самого пожара. Для стороннего наблюдателя все действия пожарных и спасателей выглядели абсолютно грамотными и своевременными. Тем не менее, сами участники тренировки определенные недочеты отметили. Без недостатков не обошлось. Над ними мы будем работать, чтобы в дальнейшем, естественно, минимизировать вероятности каких-то негативных сценариев, либо, не дай бог, гибели, либо травмирования людей на подобных объектах. Объект, повторюсь, сложный, с массовым пребыванием людей, большое количество. Соответственно, при эвакуации могут какие-то возникнуть сложности, так как большая масса людей будет двигаться по путям эвакуации. Соответственно, у специальных подразделений будут проблемы. С этим связаны как раз были небольшие недостатки в нашей работе по организации вот этих действий. После окончания учений сотрудники всех подразделений провели детальный анализ своих действий. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.